МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областном режиме начнут действовать единые карты учащихся. Открытый город. Жители Новоюжного района Чебоксар смогли задать свои вопросы столичным властям. Строительство кадетского корпуса на финишной прямой. Ход работ на личном контроле у главы республики. Что сделано и какие задачи стоят перед подрядчиками. Подробности у Дмитрия Ковалева. До сдачи объекта считанные дни. Работы продолжаются в ускоренном темпе. Строители наводят последний лоск. В учебных классах и спальном блоке устанавливают мебель и двери. Все необходимые коммуникации в корпусе проложены. Успех в работе. Ранним утром глава региона сверяет планы с подрядчиками и руководителями органов власти. Впереди решающие дни. Отставание от графика недопустимо, отметил Михаил Игнатьев. На помощь подрядчикам приходят сотни волонтеров. Но организация работ пока оставляет желать лучшего. К слову, и руководители покидают строительную площадку раньше своих подчиненных. Андрей Спиртович, вы вчера уехали, не организовываете работы. Инструктивные совещания с ним никто не провел. Надо довести информацию до каждого человека, чем они должны заняться, какие ограничения есть. Грызть гранит военной науки здесь будут 400 кадет. Для них оборудуют пищеблок, актовые и спортивные залы, медицинские кабинеты, где ребятам окажут экстренную помощь. Полностью медицинский блок. Здесь и палаты, две палаты инфекционного профиля. Значит, стоматологический кабинет обязательно здесь будет присутствовать, потому что дети в круглогодичном режиме обучения здесь. И все оборудование сегодня уже готово для того, чтобы их установить. В кадетском корпусе будут готовить специалистов для флота и воздушно-космических войск. Перед его выпускниками открываются большие перспективы. Немало ребят из Чувашии сейчас обучаются в военном университете Минобороны. Уроженцы республики и среди преподавателей вуза. Здесь у нас изучают финансовое дело, прокурорско-следственное дело, изучают иностранные языки. И в нашем вузе обучается порядка 100 выходцев из Чувашской республики, порядка 76 курсантов и офицеров. Курсанты из Чувашии на хорошем счету. Они занимают лидирующие места на Олимпиадах и участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Наши курсанты и офицеры все являются членами Московской региональной общественной организации «Товарищи офицеры Сыны Отечества», которую возглавляет вице-адмирал Ильин. Организация с участием наших курсантов и офицеров принимает различные участия социального, «Кадетского движения», на Московской области также выезжают в районы Чувашской республики. Члены «Товарищества Сыны Отечества» обещают приехать и на открытие «Кадетского корпуса». К этому дню у его стен расфетет и парк. Сегодня утром здесь начали сажать кустарники и деревья. Чтобы, конечно, изначально это подчеркнуть и со внешним строением здания, с цветом, был выбран вот такой вот кустарник, очень неприхотливый, хорошо поддающийся стрижке, формовке, пузыреплодник калинолистный, пурпурно-листный вот такой вот. Мы его сейчас сажаем, он уже с хорошей закрытой корневой системой. Здесь будет город-сад. Саженцы деревьев и кустарники должны расцвести уже через год. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Вчера на строительстве «Кадетского корпуса» помогали сотрудники Сбербанка. Их эстафету приняли журналисты республики. О том, что из этого вышло Ольга Пырочкина. На строительстве «Кадетского корпуса» журналисты и блогеры встречаются регулярно. Только обычно с микрофонами, ручками и блокнотами. В этот раз с другими орудиями труда. Сегодня сказали, нужно привести обязательно в порядок блок А. Это основной корпус, где мы работаем. И как таковая работа уже здесь завершена. Осталось прибраться, подмести пол, убрать строительный мусор, вынести его отсюда. И, видимо, потом будем мыть полы. Директор медиахолдинга, шаф-редактор или простой корреспондент – неважно. В руках со щеткой и совком все равны. Пока я не квалифицирую на рабочий, поэтому вот пока только со шваброй. Что, где все твои колени? Вот каждый себе нашел по кабинетику, на меня оставили коридор. Обычная борьба между СМИ разворачивается за спикеров, кто первым возьмет интервью. В этот раз на месте спикера оказались ведра. Так мы подумали сначала. Оказалось наоборот. Совместная работа продюсера «Таванрадио» и технического директора нашей телерадиокомпании – по разделению склеившихся. Два ведра не хотят им хорошо вместе. То есть это не была драка за инвентарь с инжирикой? Нет, это была помощь. Устроится большое грандиозное здание. И когда я буду сюда заходить, дай бог, сюжетом, может какая-то тема будет в гости кому-то. И обязательно будут говорить, что эта территория очищена мной. И даже внукам и детям. Поэтому будет что вспомнить. Когда с горизонтальными поверхностями было покончено, медийщики перешли на вертикальное. За мытьем разных сторон одного окна мы застали директоров двух главных телеканалов региона. Какое по счету окно? Сегодня третье окно, мы вот домываем. Дома не мою, честно говоря. У меня только один вопрос к вам. Не страшно? Нет. То есть четвертый этаж – это нормально, да? Меня поддерживают мои коллеги, дорогие. Нет, конечно, мне не страшно. В такой компании. Ученики, которым предстоит жить в этой комнате, смотреть на парк через чистое окно, будут уже благодаря помощнику министра информполитики. Считаю, что для ученика важен свет. В том числе свет из окон. Поэтому я взялась за окна. Субботник закончился, но все они встретятся на следующий день на этом же месте. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев. Чуть больше недели остается до начала учебного года и около полутора месяцев, в зависимости от погоды до начала отопительного сезона. Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и учебных заведений обсудили сегодня на заседании антитеррористической комиссии. За безопасность электроподстанций, объектов газа и энергоснабжения отвечает специальное подразделение Росгвардии. Проверки могут иметь плановый и внеплановый характер. Выявляются нарушения в части оснащения охранной сигнализации, тревожными кнопками экстренного вызова. В этом году проведены 9 проверок, составлено 6 административных протоколов. Сейчас в настоящее время по некоторым объектам даже информацию в целях принятия дальнейших мер направляем в органы прокуратуры. Что касается безопасности школ и детских садов, в этом году на эти цели увеличено финансирование, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. 85% объектов образования оснащены системами видеонаблюдения. Периметральные ограждения имеют все детские сады, школы и профессиональные образования образовательной организации. В 2018 году на выполнение мероприятий по антирессической защищенности образовательных организаций из консолидированного бюджета республики направлено 55,5 миллионов рублей. В 2017 году эта цифра была 30 миллионов рублей. За парты в Чувашии в этом году сядут более 137 тысяч детей, из них 15 тысяч первоклассники. По 200 тысяч рублей получат 20 образовательных организаций республики. На заседании кабинета министров Чувашии распределили межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на выплату грантов и денежных поощрений главы региона. Всего в 2018 году в конкурсе на получение ежегодного денежного гранта участвовали 60 образовательных организаций Чувашии из 14 муниципалитетов. Гранты в размере 200 тысяч рублей каждой присуждены 20 образовательным организациям. Город Чебоксары получают 5 организаций. Гимназия номер 5, школа номер 59, 61, детские сады 113 и 180. Две организации города Шума-Лета, детсад номер 1 и Центр детского творчества. Город Новосстаг, две организации, школа номер 9 и Центр развития творчества. Ядрин имеет две организации, гимназия номер 1 и Вертичатская школа. Бурнары, детсад номер 7, Батырево, детсад сказка. Школа номер 9, Город Аша, Шоршинская школа, Маркосатского района и школа опытной Цивилисского района. Всего с 2006 года грантовую поддержку получили 260 образовательных организаций республики. Поощрение получат и 18 педагогов, которые подготовили победителей и призеров Олимпиад школьников по национальным языкам и литературе. Педагоги, подготовившие победители Олимпиад по национальным языкам, получают по 100 тысяч рублей. Подготовившие призеров по 50 тысяч. В общей сложности размер премий педагогам составит 1 миллион 150 тысяч рублей. Открытый разговор народа и властей. Более 150 инициативных жителей Новоюжного района приняли участие в проекте «Открытый город». Вчера вечером в столичной школе номер 53 звучали наболевшие вопросы горожан и ответы на них от чиновников. В конструктивный диалог с чебоксарцами вступили глава администрации Калининского района, главный архитектор города. Предваряя вопросы, чиновники доложили о том, что уже сделано в Новоюжном районе и планах его развития. Жители же интересовали насущные вопросы. Когда, например, в новых кварталах появятся образовательные учреждения, а в микрорайоне «Солнечный» – дорога. Дорога в микрорайоне вообще никакая. Арматура торчит, бетонка. Про солнечный микрорайон вообще там никак не проехать. Люди ездят через аэропорт. Вопрос – когда начнется строительство? На сегодняшний день разработан проект на строительство дороги улицы Асламаса с переходом на Солнечный бульвар. Проект сегодня прошел экспертизу. На строительство дороги выделены деньги. В ближайшее время будет размещен план график проведения торгов. И планируем в начале месяца уже объявить конкурс на выполнение строительных монтажных работ по строительству данной дороги улицы Асламаса. Жители просили добавить освещение у школ и во дворах, озеленить район. Почему нет тут никаких деревьев? Почему каких деревьев нет? Где деревьев нет? Нет, вообще, даже хоть бы нам дали. Я вот лично сам на свои пенсионные деньги пять яблонь купил, посадил. Посадка деревьев. Мы вас приглашаем осенью, когда стартует экологический осенний месяц на посадку деревьев. Какие деревья или кусты вам нужны? Вы нам дайте заявку. Мы, соответственно, организуем вам посадочный материал. За два часа конструктивного диалога жители смогли задать интересующие их вопросы и поделиться своими предложениями по благоустройству Чебоксар. С помощью единой карты учащегося теперь можно заказывать и оплачивать школьный обед. Делать это можно через киберкассы. Одну из них установили в столичной школе номер 59. Макароны с горбушей или пюре с гуляшом в столичной школе номер 59 учащиеся сами могут выбрать себе обед. Причем через специальную киберкассу. Подходит ребенок, здесь выбирает. Тут, например, четыре наименования первых блюд. Нажимает на первые блюда. Вот здесь. Теперь выбирает тут вторые блюда. Тут есть очень много наименований. Педро, кипточки, говядина, голубцы, горбуша, гуляш из говядины, гуляш из виле. Это очень удобно. Не сравнить как раньше, так и сейчас вообще хорошо. Оплатить обед можно здесь же единой картой учащегося. Кстати, она будет работать по трем направлениям. Пропускать в школу, заказывать и оплачивать питание, платить за проезд. И если по первым двум направлениям карта уже функционирует, то над оплатой проезда единой карты учащегося еще идет работа. Мы полностью исключаем возможность наличных денег у детей. А это, в первую очередь, безопасность. Дети ничего не потеряют. Не возникнет какой-нибудь конфликтной ситуации. Таким образом, школьник, приходя с одной карточкой, на которой, в принципе, все функции у него заложены, он может по городу перемещаться, проходить наше муниципальное учреждение, питаться, в том числе не только в своей школе, даже в соседнюю школу. Но если он на Олимпиаде участвует, то он может расплатиться этой единой карты учащегося. Пока киберкассы работают в двух столичных школах, 59-й и 31-й. Но уже к 1 октября этого года систему внедрят во всех остальных школах города Чебоксары. Сейчас во все обучают заведующих производством школьных столовых пользоваться терминалами. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова